На пожар ее не берут, но снять напряжение рабочих будней дымка точно помогает. В пятой пожарной части она – начальник караула. Конечно, условно, но символично. Три месяца назад заменила личному составу предыдущую любимицу. Черная с рыжими и белыми пятнышками дымка словно только что вылезла из печи. Не зря же говорят, что трехцветная кошка – к удаче. Службу несет круглые сутки. И спасатели верят. Если перед вызовом возьмут ее на руки или погладят, то наверняка все будет в порядке. Из смешных моментов. Допустим, она может залезть в пожарную машину с одной части машины, а вылезти в каком-нибудь отсеке. Вот такая история у нас была, когда пожарным нужно было ехать на выезд. Они не поняли, откуда идет звук. Она там мяукала. Открыли отсек, а она там сидит. А это парочка четырехлапых работниц – главные смотрители за порядком в Тульском экзотариуме. Маруся и Дуся уже больше десяти лет живут и работают в старом здании. Маруся попала сюда котенком, а Дуся прибилась сама. Правда, пушистые красавицы вовсе не подруги. Они четко разграничили территорию. Одна обходит дозором кабинеты сотрудников и выставочные залы обязательно с первого по третий. Вторая держит под контролем четвертый зал и лаборатория. Есть у кошек ветпаспорта. Кошки у нас здесь не просто так. Они несут свою службу. В экзотариуме есть кормовые лаборатории, где разводятся кормовые животные. Это крысы и мыши. Ну и иногда, конечно, бывает, что кормовые животные убегают. Вот за эту часть отвечает и Дуся, и Маруся. То есть они отлавливают этих животных и дальше делают то, что природа заложила. Заложила природа этому красавцу по кличке Топас быть дамским угодником. Его в этой ювелирной мастерской особенно жалуют посетительницы. Хозяин принес скота с улицы пять лет назад. Из пугливого животного Топас превратился в настоящего аристократа. Любит нежиться среди драгоценных камней и украшений и поднимать настроение клиентам. Когда приходят клиенты, клиентки, даже если так можно сказать, женщины, он перед ними показывает всю свою красоту. Но однажды у одной клиентки залез в сумку и спер сосиску. Такое тоже бывает. Хищник ничего не скажет. Ну так кот, который отрабатывает все свое здесь положение, он поймал восемь мышей. Так что вот достойный кот. 1 марта день кошек отмечают муси и мурки, васьки и дымки. Говорят, что кошки не обладают собачьей преданностью, что хозяева в доме именно они. Но кто-то с этим поспорит. Если животное чувствует, что его любят, готово такую же любовь отдавать. Евгения Полуничева, Роман Федяев, Первый Тульский.